Мышление на первом месте. Дорогие мои, если вы посмотрите все книги успешных людей, вы в всех их книгах заметите на 80-90% ссылка на изменение мышления. Богатые люди хорошие люди, бедные люди плохие. Нет, я тебя не имею в виду. Мы всего лишь подтверждаем факты разницы в их мышлении, и в итоге каждый попадает в разное место. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши ученики, дорогие наши зрители, люди, которые посвящают тренинги самому. Добро пожаловать в урок «Стратегии мышления богатых и бедных людей». Очередной раз убеждаюсь, что мышление на первом месте. Дорогие мои, если вы посмотрите все книги успешных людей, книги Наполеон Хилла «Дума и богатей», или Зиг Зиглар, или там «Самый богат человек Вавилон», или Дональд Трамп, или Роберт Казак, Брайан Тресс, и Бодо Шефер, и там Джек Кэмфельд, или кого угодно, если вы прочитаете, вы в всех их книгах заметите на 80-90% ссылка на изменение мышления. Технология всего лишь занимает 10-20%, но в большинстве моментов мышление занимает номер один. Мышление на первое место. Потому что благодаря мышлению вы видите возможности. Когда вы поменяете мышление, вы видите пути решения по-другому. У вас появляется другая стратегия, взгляд другой, точка зрения меняется. Сегодняшний результат – это вечерашние действия. Хотите узнавать, кто вы есть? Посмотрите на сегодняшний результат. Если сегодняшний результат вас удовлетворяет, и он яркий показатель и так далее, это конечный пункт вашей вечерашней действии. А вечерашние действия – это результат вашей умения и понимания знаний. Вы же специально не будете, наоборот, против себя что-то делать. Вы делали и сходили сами лучше свои побуждения и действия совершали. Поэтому те действия, которые вы делали вчера, привели к сегодняшним результатам, который сегодня у вас есть. А вот, если хотите знать завтра, где вы будете, посмотрите на сегодняшние действия, которые вы делаете. Потому что эти действия рождаются из вашего убеждения, во что вы верите, что вы умеете делать, что вы понимаете, то и будете делать. Поэтому, дорогие мои, старайтесь, пожалуйста, максимально вникать в этот тренинг, потому что, в конце концов, в итоге вы все равно будете делать то, что поняли. А когда проходит полгода или год, вы будете помнить только то, что делали. Внимание, обратите. По окончании этого тренинга вы будете делать только то, что поняли. То есть то, что поняли, это повеление на ваше поведение, ваше поведение повеление на ваш результат. Но пройдет полгода, год или два года, вы помните только то, что делали, а все остальное забудете. Поэтому я очень хочу, чтобы вы максимально усваивали этот тренинг, потому что это является фундаментальной вещью, это настолько глобальная вещь, что слова мне не передавать. Это фундамент успеха, это ваш взгляд, это то, что формирует ваше будущее, это то, от чего зависит то, что вы делаете. Образ жизни человека исходит из его мышления. Но когда я говорю, что мышление богатых или бедных людей, я не сравниваю тем, что как будто у богатых людей, скажем, богатые люди хорошие люди, бедные люди плохие. Нет, я тебя не имею в виду. Я не имею в виду не подразумевать даже количество денег, что якобы у богатых людей больше денег, у бедных мало денег. Нет, мы всего лишь подтверждаем фактор разницы в их мышлении, и в итоге каждый попадает в разные места. Это похоже, что по этой улице пойдешь, туда дойдешь, другой улице пойдешь, туда дойдешь. Как в сказке. Прямо идешь, рай найдешь, налево пойдешь, смертный идешь. Вот похоже на это. Мы всего лишь подтверждаем факты, что бедные мысли так, богатые мысли так. Поэтому результат их мышления у одного человека плохой образ жизни, у другого лучший образ жизни. Результат у одного человека нереализованный, а другой реализованный. Так что, когда говорю о стратегии мышления богатых и бедных людей, я подразумеваю, что богатые люди это те, которые больше опыта, больше мудрости, больше духовности, больше денег, больше возможностей и так далее. А те, которые бедные, я говорю, это те люди, которые не могли свои возможности использовать, не могли себя реализовать. У них очень бедное мышление, поэтому они даже выражать свои мысли не могут. Они даже если возможности встречаются, они не могут использовать эти возможности, потому что у них не хватает понимания, как это возможности использовать. Потому что я видел, что у большинства бедных людей ресурсы есть разного вида. Ресурсы же не только деньги, ресурсы бывают разного. Талант бывает ресурс, время есть ресурс, здоровье есть ресурс, связи есть ресурс, родственники, соседи, одноклассники, это все ресурс. Но у кого бедные мышления, они не понимают, как их использовать. Они только у них долг берут, вот и все. У многих бедных людей тоже есть хорошие идеи, которые можно превращать в деньги, но они не борются за них, они бросаются, на поле пути они сдаются. Поэтому сейчас, когда я буду говорить о стратегии мышления богатых и бедных людей, если вы даже сталкиваетесь, вы узнаете себя, в себе распознаете несколько этих параметров, и так далее, не обижайте на себя, это естественно, это нормально, это естественно, так бывает, мы для этого и учимся с вами. Вы думаете, что у меня их не было? В самом начале я нашел многие эти вещи у себя, когда я начал эти вещи заметить в себе и так далее, я начал потом работать. Вы знаете, я очень много работал, 22 года работал, 56 категорий мышлений богатых и бедных людей, результаты чего я собрал их, от общения с людьми, от точки зрения, они по-разному, понимаете, их, например, если результат не устраивает, значит, надо изменить поведение, поступки, действия. А чтобы действия изменить, надо изменить точку зрения человека, восприятие человека. И я всегда, мне всегда удивило, почему они видят вот этот результат, но продолжают так делать. Меня это удивило всегда. Потом докопался, докопался, докопался и дошел до того момента, что я понял, что у них подсознательные есть некие убеждения. Точка зрения так формирована, видите, человек всегда делает то, во что он убежден. И только в конце концов, он либо становится жертвой привычки, либо он это неосознанно делает. Но факт остается, что он это делает. Это ошибки повторяются, поступки повторяются, он продолжает это делать, он иногда сожалеет, но продолжает. И очень интересная вещь. Я видел очень много богатых людей, которые у них тоже есть бедные мышления. Я не говорю, что финансово богатые, я имею в виду, хотя да, я видел финансово богатых людей, которые у них бедные мышления. Они в деньгах имеют немножко деньги, но у них нет жизни. Они очень слишком жадно живут. У них болезненная экономия. Поэтому, дорогие мои, запомните золотую страницу, пишите. Бедность – это не отсутствие денег, это отсутствие цели. Богатство – это не количество денег, это образ жизни человека. Я видел бизнесменов, которые у них есть бедные мышления. Они страдают очень сильно, поэтому у них постоянно вот такое, вот такое. Понимаете? То там, то тут, то там, то тут. Я много видел таких. Консультировал огромное количество людей. Вы можете поработать и пять лет, десять лет, но итоги оказывается заканчивается с долгами и бедностью, если у вас будут бедные мышления. Хотя, потом вы будете сидеть, чесать языком, сказать, ты знаешь, кто я был, какой я был успешный. Ты знаешь, когда я делал бизнес, другие бизнес не понимали. Я был первым. То есть, вы будете просто гордиться своей историей. Вот и все. И вы застряете своей историей, больше не двигаетесь вперед. Наверное, вы знаете таких людей, или, возможно, вы являетесь одним из таких людей, который уже только гордится своей историей больше ничем. Как обычно, многие нации гордятся своим предким, своим умершим людям. А живим не дает возможность просветать, но зато хвалит мертвых. Еще как хвалит. Поэтому в процессе тренинга, когда вы будете мне послышать, что-то будет вам по душе, что-то не по душе, ну, ничего страшного. Но вы помните, что ваше сознание будет сопротивляться сильно. Сами подумайте, сами подумайте. Если вы спортом не занимаетесь, например, вы согласны, что когда вы хотите пойти в спортзал, или дисциплинированно постоянно заниматься, ваше тело сопротивляется. Если вы курите, чтобы бросать курить, ваше тело сопротивляется. Если у вас есть какие-то отрицательные привычки, все откладывается на потом, или вы, скажем, расточительство и так далее, вы хотите изменить свой образ жизни, свой поступок и поведение, у вас будет сильное сопротивление. Сопротивление, очень сильное сопротивление, внутреннее сопротивление. Потому что любой рост, любой духовный рост, любой материальный рост, любой достижение, оно происходит болезненно. Спорт чемпион, который станет чемпионом, посмотрите, через какой боль он, какой боль преодолеет, чтобы границы свои влияния расширят, границы свои возможности, физические умения расширят. Посмотрите и увидите. Любой рост, она проходит через боль. Поэтому ваше сознание будет сильно сопротивляться, когда будут слышать те вещи, которые иногда вам не нравятся. Некоторые люди, знаете, что, как относятся? Если ты говоришь те вещи, которые мне не нравятся, значит, ты правильно говоришь. А если ты говоришь, которые мне не нравятся, значит, ты неправильно говоришь. Дело в том, что все, что человек не понимает, отрицает. Все, что человек не понимает, игнорирует. Такова природа человека. Пишите эту золотую страницу. Все, что человек не понимает, отрисает. Все, что человек не понимает, игнорирует. Люди игнорировали Бога, потому что не понимали. Пророки, когда им рассказывали, те не хотели признавать это, игнорировали. Поэтому, вот это очень-очень важный момент. Я не хочу, чтобы вы попали в эту ловушку ума. Поэтому заранее об этом предупреждаю вас. Чтобы вы могли максимально получить результат из этого тренинга. Разве вы пробрели мой тренинг, я бы хотел, чтобы у вас была польза, был результат у вас. Стратегия мышления богатых и бедных людей. Самое первое, сильное отличие. Могу сказать, что это хуже, чем раковая болезнь. Раковая болезнь, ты знаешь, что ты умрешь, или знаешь, что какой-то из них что-то может лечить и так далее. Но много людей живут с мышлениями нехватки. Огромное количество людей живут с мышлением нехватки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова